Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале GadgetMoney. Сегодня мы распакуем очередную посылочку из Китая. Посылочка от производителя. Итак, мы начинаем. Поехали! Буквально две недели назад со мной связался производитель интересных две-три недели назад интересного аксессуара. Говорит, что это фишка года и это уникальный аксессуар для ваших гаджетов. Якобы кабель одновременно и для iPhone, и для Android. Вы можете заряжать и iPhone, и iPad, и ваши Android-планшеты, и ваши Android-смартфоны. Потому что на самом деле обилие, большое количество проводков у вас в сумке или у вас дома на тумбочке, на которой вы заряжаете, соответственно, свои гаджеты, Говорит о том, что все это со временем перетирается, все это со временем теряется. Производитель связался, сразу такой дисклеймер небольшой. Конечно же, это в небольшом роде такой пиар. Попросили показать своим, то есть моим подписчикам, о существовании данного аксессуара. Посмотрел уже на YouTube, вышло пару-тройку обзоров. Думал, я буду первый. Нет, не первый. Но в числе первых именно блогеров, которые расскажут вам о существовании вот такого вот интересного аксессуара. Значит, буквально две с половиной недели шла посылочка. Есть магазин на Алиэкспресс у этого производителя. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. И давайте уже распакуем. Обычный пакетик у нас с Китая. И здесь у нас коробочка. Я спросил у менеджера, соответственно, который со мной связывался. Я говорю, объясните, пожалуйста, в чем преимущество ваших вот этих вот всевозможных кабелей. И в данном случае это будет кабель. Он ответил просто. Очень много продаж. Именно они отслеживают статистику по Алибабе, то есть по Алиэкспрессу, по другим сайтам корпорации Алибаба. И они поняли, пришли к тому выводу, что самый заказываемый аксессуар вообще из Китая, без разницы, на какой площадке вы это делаете, на какой площадке вы это заказываете, это аксессуары одновременно для... То есть это кабеля для Android-девайсов, для microUSB и, соответственно, кабели для 8-пиновые, Lightning, так называемые. И они решили как бы сделать его надежным, то есть доказать, что в Китае могут делать, в принципе, хорошие качественные вещи и изобрели вот эту штуку. Вот так вот все это упаковывается, то есть приедет к вам достаточно, скажем так, надежно. Присутствует коробка, мы видели уже пакет, здесь у нас небольшая поролоновая вот такая штучка. Я надеюсь, что и обычному пользователю, то есть не только видеоблогеру, все это будет присылаться вот в такой вот интересной коробке, то есть надежной. В ней ничего интересного нет, но в надежной. И, соответственно, сам кабель, фирма называется Eldam, то есть я надеюсь правильно произношу данное название. Поставляется вот в такой вот картонно-бумажной пакетике и, в принципе, уже ощущается, я буду говорить честно, то есть понравится, мне не понравится, я буду говорить честно. Если мне не понравится, если я увижу, что это не очень качественно, соответственно, я вам об этом расскажу. Что мы видим здесь? Мы видим, что первый в мире реально кабель 2 в 1, то есть они, мне кажется, они запатентовали эту штуку, либо они где-то это подсмотрели и, может быть, что-то как-то у кого-то, скажем так, украли, но они уверяют в том, что это их собственная разработка, их собственная разработка. Значит, что мы здесь видим? 2 в 1 USB кабель, быстрая зарядка и высокая передача данных. Есть маркировочка о том, что этот товар является, скажем так, фирменным, брендовым. И давайте уже посмотрим, что находится внутри. Открываем пакетик. Вот так вот это все выглядит в пакетике. Пакетики больше ничего нету. И перед нами существует, во-первых, несколько, по ссылке в описании пройдете, посмотрите. Во-первых, сразу что я обнаруживаю, это о том, что имеется гарантийный талон. Вообще на аксессуарику я очень сильно сталкивался, очень много и часто сталкивался с аксессуарикой для разного вида гаджетов. И вообще на аксессуары как таковой гарантии нет. То есть 2 недели на проверку и до месяца гарантии. Тут они предоставляют сразу фирменный гарантийный талон компания Eldon. То есть все на русском языке, контактные данные. И они предоставляют сразу, скажу, 6 месяцев гарантии. И гарантийное время, да, 6 месяцев. Без проблем, можете куда обратиться. То есть есть контактные данные. Вот такая вот гарантийная карточка. Далее, что мы видим? Мы видим небольшую инструкцию в двух вариантах. Это, скорее всего, и просто они продублировали. С QR-кодом для того, чтобы, скорее всего, посмотреть оригинальность данной продукции. Ну и сам, собственно, кабель. Давайте я несколько секунд на него посмотрю. Немножко так пощупаю, чтобы вам, в принципе, рассказать честно и правду. Немножко смущает вот эта вот китайщина в плане... Ну, хотелось бы, чтобы... Хотя он стоит-то, в принципе, недорого. Там до 10 долларов вроде как стоимость данного кабеля. И он должен стоить своих денег. Дальше, что мы видим перед собой? Мы видим кабель в такой вот очень плотной оплетке. Сделана она из ткани, скорее всего. Да, это тканевая оплетка. И она устойчива к перетиранию, потому что большинство аксессуаров для айфонов ломаются вот в этом месте. То есть именно изгиб в районе самого Lightning Connect коннектора. И, соответственно, в районе самого USB 2.0. Итак, друзья, ну что ж, кабель достаточно длинный. Наверное, в районе 80 сантиметров, может быть, метр. И что мы видим непосредственно с самим коннектором? С одной части вы увидите 8-пиновый коннектор, ну а с другой части вы увидите точно такой же, как на microUSB. И, в принципе, есть отверстие под как раз-таки планочку, которая вставляется в microUSB. Даже если учитывать, что этот ролик промо, скорее всего. Это так, то есть не надо смотреть правде в глаза. Я хочу отметить следующее. Во-первых, существует много вариантов расцветки. В-третьих, мы сразу видим, получаем, в принципе, качественную оплетку кабеля, которая гарантирует нам до 80% больше использования, в том плане, что это все дело не перетрется. Как же это все работает на самом деле с гаджетами? Давайте с вами посмотрим, как это все вставляется непосредственно в сами гаджеты. У нас есть microUSB на планшете. Друзья, да, у нас происходит следующее. То есть буквально вставляем до щелчка. Вставляется, да, немножко туговато, это правда. Но, в принципе, у вас зато сам разъем. То есть очень велика вероятность того, что вы, скорее всего, либо обращались уже за заменой microUSB разъема в вашем девайсе, либо обратитесь, потому что ежедневно вставляя кабель в свой девайс, вы немножко его расшатываете в разные стороны, и получается так, что он со временем приходит в негодность. Тут он вставляется достаточно туго, и, в принципе, как плитой сидит, и ничего у него не происходит, никакого люфта ни влево, ни вправо, ни прямо, ни назад. Ни назад, ни вперед. Итак, ну что ж, заряжает. Действительно, я вам показываю, что он заряжает. Друзья, по microUSB он отработал, в принципе, на ура. Есть небольшое, скажем так, надо приложить усилие, для того, чтобы вставить его до щелчка, имейте это в виду. Но это благополучно скажется в том плане, что вы не будете расшатывать USB разъем со стороны вашего гаджета. Ну и, конечно же, нам надо проверить работу данного кабеля с iOS-устройствами. Здесь есть интересная особенность. Надо кабель вставлять вверх ногами. То есть, если вы пользователь компании Apple, и у вас есть, соответственно, у вас есть Lightning провод, вы будете вставлять вот этим вот 8-пиновым коннектором сверху. А здесь же все надо сделать наоборот, то есть, немножко перевернуть ровно на 180 градусов, вставляем в разъем на самом устройстве, вставляем в Powerbank. Ну, либо в розетку, в нашем случае в Powerbank. И происходит характерный звук, обозначающий, что смартфон начинает заряжаться. В принципе, да. Я подтверждаю данный факт, что один кабель заряжает одновременно, может заряжать два устройства. И Android, и iOS. Друзья, ну, китайцы в очередной раз удивились, удивили нас, удивили, по крайней мере, меня удивили на самом деле, потому что очень-очень много денег тратится непосредственно на аксессуарику для своих устройств. Сейчас же покупаешь 10 долларов, или сколько он там стоит, опять же, я не помню, и вы можете без проблем заряжать, может быть, iPad, может быть, iPhone, и, может быть, у кого-то у вас есть, или у вас есть Android девайс, или, может быть, у вас есть несколько девайсов. Давайте подведем какие-то выводы. Я выскажу свое умозаключение. Данный кабель, конечно же, я буду рекомендовать к покупке, потому что он стоит... В нем есть несколько очевидных плюсов. Во-первых, он производится на достаточно, надеюсь, хороших заводах и заводах в Китае. Он имеет хорошую качественную оплетку, он имеет комфортную длину. Хотелось бы, может быть, немножко подлиннее. Существует несколько вариантов расцветки. Существуют еще кабеля лапшевидные такие, то есть не с круглой такой вот оплёточкой, а лапшевидные. Кому удобно, чтобы это все дело не запутывалось. Далее. Этот кабель выполняет все обещанные производителям функции, то есть нас китайцы не обманули. Он может заряжать как iOS, так и Android. Покупать или нет, конечно же, выбирать вам. Я бы, кстати, купил. Ссылочка на данную продукцию будет в описании под этим видео. Данное видео можете считать рекламным или нет. Напишите в комментариях свое мнение по поводу данных кабелей. Обязательно подписывайтесь на канал, вступайте во все наши социальные сети. Мы есть в Твиттере, в Инстаграме. Все ссылочки, как всегда, в описании под этим видео. Конечно же, участвуйте в конкурсе, который продлится до 1 августа 2016 года, где вы можете выиграть один из трех призов. Подробные ссылочки тоже будут в описании под этим видео. И не устану рекламировать свой ресурс. Gadgetmania.ru место, где мы собрали в ID на очень интересные купоны и скидки. Доступно более 250 на данный момент. Вы можете найти распродажи на Алиэкспресс, в других интернет-магазинах Китая. Конечно же, у нас есть партнеры такие магазины, как TomTom. И еще появилось интересное предложение. Тоже, кстати, пройдите, ознакомьтесь во вкладке «Партнеры». И также у нас есть ресурс bloggersclub.ru, где вы можете размещать свои статьи, обзоры, зарегистрироваться и стать автором. Как-то так, наверное, пожалуй, на этом все. Закончу данное видео. И, как говорится, всем лайк, пис, подписка и комментарии с вас. Будьте так любезны. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok